И папа лечу, и папа лечу. Очень папа лечу. И чу, и чу, и чу. Очень папа лечу. Привет, друзья! Вы на канале YOKLA moment. А мы в селе Передовое. Откуда после долгого перерыва отправляемся в поход в село Родное через балку Минестера Сейчас вторая половина ноября, но листья еще не все опали. Полно, как я вижу, шиповника, наверное, диких яблок, груш, трава еще зеленая. Сейчас посмотрим, как там в лесу. Главное, чтобы нам туман не сильно помешал. Вы бодрые и веселы? Да. О, да. О, да. Такой перезвон коровьих колокольчиков. Дождей давно нет, но все равно грязно. Саша меня фотографирует. Мы идем, вернее спускаемся в долину реки Кубалар, чтобы уже там продолжить путь в балку Минестера. Мы спустились в лес Как здесь вкусно пахнет прелыми листьями. Прям сразу такой уют Мост через речку Кубалар Су слегка разрушен. Саше идти немножко стрёмно. А Антон проходит здесь. Саша не хочет ехать в рюкзаке. Она теперь очень самостоятельная и взрослая. Хорошо шуршать в осеннем лесу? А мы начинаем подъем чег. Очень хорошая погода. Кстати, скажу о погоде. Нам повезло. Около 12 градусов. Ветра нет, поэтому не холодно, даже жарко скорее в одежде, которую мы на себя напялили. Мы поднялись чуть повыше, зашли в можжевеловый лес. Сразу какая красота. Мы вышли на дорогу, ведущую к красному камню. Саша спит в рюкзаке. Так что постараемся пройти побольше. Саша спит в рюкзаке. А мы вот по ней выйдем туда. Прямо по ней вы над коттеджем пройдете. Там от вилок много. Будут от вилки. Там прозрачный лес. Наверное, не промахнетесь. А вы откуда идете? Ну вот мы в родной. Спасибо. Спасибо. До свидания. Саша проснулась и хочет идти сама. Ой-ой. Сейчас будет авария. Все, сбрасываем парашютные стропы. Все, свобода. Ну что, идем дальше? Наконец-то Саша идет. Это не так быстро. Я могу их обгонять и снимать передние планы. А не только папину попу. Мы по каким-то чагирям спускаемся вниз кушать. Вот-вот. Одна надежда, что будет там вниз и будем кушать. Так и проходят все наши походы. Когда мы уже будем кушать. Мы выходим на полянку в балке Минестера. Да, вот здесь прям. И сейчас будем кушать, как говорит Саша. У нас обед на обочине. Саша, что ты кушаешь? Ладно, кушай с полным ртом. Саша кушает гречку. А Мишка что кушает? Мишка кушает водичку. Водичку пьет? Отвалился. Наелся. Да. Все, мы доели. Перекусили. Рюкзак собрали. Да. И сейчас готова идти дальше. Вот туда. Вот туда. Вот уроды. Она пропадет. Мы идем по средневековой дороге уже в родное. Вот крепи до древней дороги. Они не ищут легких путей. О боже. Неторопливые прогулки с ребенком. После обеда на десерт Саша ест шиповню. Вкусно? Да. Только дорога начала подниматься в гору. И Саша сказал, что у нее боится ножка. Она устала, ей тяжело. И что папа ее понес в рюкзаке. Это мисс хитрость 2017. Не, ну это бред какой-то. Бред Пит? Да. Не, ну были бы мы вдвоем. По фигурям мы сократили. И вернулись на эту крепидную дорогу. Да, мы идем по дороге. Даже если это так не выглядит. Мы поднялись на хребет и перевалили в долину села Родное. Вот такие виды красивые. Мы выбрались наверх на скалы. И здесь потрясающие виды открываются. Кая Бурун. Так называются эти скалы. Скальные мысы. То есть в переводе с тюрского. Музыка. Какие тут супер скалы. Только вороны летают и карпают. Музыка. Балка-минестера осталась позади. А мы спускаемся в родной уже. пока Саша спит родное все ближе и ближе а мы никак не дойдем ну куда нам торопиться мы пришли в родное сейчас через полчаса будет автобус на 5 километр в Севастополь так что на этом я прощаюсь если у вас есть вопросы задавайте их в комментариях ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал